Всем привет, меня зовут Ласек Михаил Петрович, я работаю преподавателем на кафедре радиофизики и электроники в Сыктывкарском государственном университете. В данном теоретическом уроке мы напишем программу для микронтроллера PIK16F84A, которая позволит ему определять адреса ванвайр-устройств, которые подключены к одному проводу. Эти ванвайр-устройства в нашем случае будут подключены к ножке микронтроллера RA0, но могут быть подключены и к другим ножкам микронтроллера, тогда программу придется немножко переделать. Значит наш микронтроллер последовательно будет определять адрес сначала у одного устройства, потом у второго, потом у третьего, потом у четвертого и так далее, и последовательно друг за другом выводить их на светодиоды. То есть определив первый адрес у одного устройства, он выведет его на светодиоды, потом он определит адрес у второго устройства и также выведет на светодиоды, потом передет к третьему устройству и выведет также их на светодиоды и так далее. Причем последовательность определения ванвайр-устройства может быть разная, то есть вначале можно определить вот этот адрес этого устройства, потом у этого устройства адрес, и например потом у этого, а потом уже у этого устройства адреса может определить. Вот такой последовательности. Это все зависит от того, какие адреса наших OneWire устройств. Изначально мы в настройках программы Proteus, в которой собрана была эта электрическая схема, поставили разные адреса нашим устройствам OneWire. Здесь, например, вот такой адрес. Здесь адрес должен быть немножко другой, иначе программа не сможет осуществить поиск. Вот видим, другой адрес. И так далее. Тут можно везде посмотреть, тут везде адреса отличаются. Для того, чтобы написать нашу программу, мы воспользуемся программой из предыдущего теоретического урока. В предыдущем теоретическом уроке мы уже писали программу, которая позволяла определять адрес OneWire устройства с использованием команды search.rom. Наша программа определяет адрес одного OneWire устройства и вводит его на светодиоды. Давайте посмотрим, как это происходит. Мы увидим здесь байты адреса, а здесь увидим номер байта. Когда светодиоды не горят, это значит первый байт адреса. Когда вот этот светодиод загорелся, это значит второй байт адреса. Когда загорелся, вот этот светодиод, а этот не горит, и этот не горит. Это значит следующий байт адреса. И так далее. Давайте посмотрим, что будет происходить. Нажимаем Play. Видим первый байт, второй байт, третий байт, четвертый байт. Дальше пятый байт, шестой байт, седьмой байт. Ну и восьмой байт, который является байтом CRC. Что такое CRC было рассказано в предыдущих теоретических уроках Поэтому для того чтобы было понятно содержимое данного урока Желательно познакомиться с предыдущими теоретическими уроками Например самим интерфейсом OneWire О нем рассказывается в уроке номер 55 Там происходит знакомство с данным интерфейсом С датчиками температуры происходит знакомство начиная с 51 урока Смотрим 51 по 54 урок и знакомимся с датчиком температуры Если мы не знакомы с микротроллером PIC То стоит начать с предыдущих уроков начиная с первого и так далее Не все уроки можно смотреть Достаточно смотреть уроки в которых рассказывается про команды и регистры Что это такое и как ими пользоваться Также нам понадобится посмотреть урок номер 64 В уроке 64 рассмотрены алгоритмы по которым будут написаны программы В нашем случае мы уже один алгоритм использовали И написали программу для нашего микротроллера PIC 16F84A И этот алгоритм выглядит следующим образом В данном уроке мы алгоритм заменим Мы будем использовать вот этот алгоритм Причем этот алгоритм является продолжением вот этого алгоритма Поэтому код программы который мы написали в предыдущем уроке Мы используем и просто допишем то Чего не хватает вот в этом алгоритме Для того чтобы получился вот этот алгоритм Поэтому первое что мы должны будем сделать это Вспомнить что такое OneWire интерфейс Что такое CRC Также нам необходимо вспомнить как работать с датчиком температуры Посмотреть предыдущие как минимум 5 уроков Ну можно 4 урока Начиная с команды search.rom и так далее И начинать смотреть данный урок Теперь перейдем к написанию программы для микротроллера PIC 16F84A Для этого откроем урок номер 65 Программа поиска адреса OneWire устройства Здесь в описании к видео мы сможем найти ссылку на код Который был написан в данном теоретическом уроке Здесь программа которая осуществляет поиск адреса одного OneWire устройства Нажав на эту ссылку мы попадаем на следующую страницу Здесь приведен код, мы этот код копируем и вставляем в программу MPLABX Теперь давайте разберем этот код, вспомним что же он делает В начале присутствуют две стандартные строчки Которые мы каждый раз пишем, но более подробно о них узнаем в следующих уроках Потом присутствуют регистры специального назначения Регистры intf и регистр fsr необходимы для работы с оперативной памятью микроконтроллера Мы эти регистры используем для того, чтобы сохранять байты адреса Получаемые от устройства OneWire в оперативной памяти микроконтроллера Также мы используем регистр 3СА порта А, порт Б 3СБ для работы с ножками порта А и порта Б И регистр статус для работы с банками памяти и с некоторыми флагами Далее идут регистры общего назначения Регистры REC1, REC2 и REC3 мы используем для того, чтобы реализовывать задержки в нашей программе Регистр OneWireByte мы используем для того, чтобы передавать и принимать байт информации по интерфейсу OneWire Регистр COUNTER нам необходим для того, чтобы повторять некоторые действия несколько раз Регистр LAST DISCREPENCY, LAST ZERO и ID BIT NUMBER нам необходим для того, чтобы реализовать поиск адреса устройства, который работает по интерфейсу OneWire Регистр OneWire SEARCH BIT нам необходим для того, чтобы получаемый бит адреса записывать в нужные ячейки оперативной памяти Регистр OneWire FLUX необходим для того, чтобы сохранять информацию о бите адреса, получаемого при поиске адреса OneWire устройства Напомню, что когда мы ищем адрес устройства, OneWire устройства начинают нам отправлять свои биты адреса и биты, которые противоположны данным битам адреса Вот бит адреса, например, здесь 0 у каждого OneWire устройства, этот бит мы получаем и должны его куда-то сохранить Мы его будем сохранять в первый бит регистр OneWire FLUX Этот бит обычно называют ID BIT и я этому первому биту дал название ID BIT Дальше, чтобы не писать единичку, будем писать ID BIT Также, кроме ID BIT, мы должны получить CMP ID BIT, это бит, который противоположен ID BIT И этот бит я буду хранить в нулевом бите регистра OneWire FLUX Поэтому я дал этому названию значение 0 Также нам понадобится бит 2 или любой другой бит регистра OneWire FLUX, в котором мы будем хранить выбранное направление Дело в том, что когда мы получили биты адреса, мы должны отправить OneWire устройством ответ в виде бита, либо 0, либо 1 И если все OneWire устройства нам отправили 0, то мы должны отправить 0 Если все OneWire устройства нам отправили 1, то мы должны отправить 1 Но если у OneWire устройства оказались биты адреса разные, тогда оба бита CMP ID BIT и ID BIT будут равны 0 И в таком случае нам нужно будет сделать выбор, либо в пользу 0, либо в пользу 1, чтобы найти остальные адреса OneWire устройств В таком случае нам нужно все равно сохранить некоторые значения в бите SEARCH DIRECTION В моем случае это будет второй бит регистра OneWire FLUX В принципе номера бит могут быть и другими, но я выбрал их такими Дальше идет обозначение ножки, которому подключается OneWire устройство У нас это ножка RA0, порта A Далее тут обозначение Z, EQ2 и C, EQ0 Так как нулевой бит регистра статус это флаг C, а второй бит регистра статус это флаг Z Чтобы не писать 0 и 2 в программе, мы заменили эти обозначения на Z и C То есть далее мы будем писать Z, подразумевается, что это будет 2, а когда мы будем писать C, это подразумевается, что используется 0 Ну и дальше начинается код программы Вначале мы настраиваем ножки порта A и порта B Так, чтобы работать с светодиодами и с нашим OneWire устройством либо устройствами Ну и начинается подпрограмма поиска адресов устройств После этого мы снова переходим на эту же подпрограмму и так до бесконечности Что из себя представляет данная подпрограмма? Данная подпрограмма была написана на основе следующего алгоритма, который был рассмотрен в прошлом уроке Вначале мы обновляем значение регистра LastDiscrepancy Потом мы осуществляем поиск OneWire устройства Дальше мы выводим адрес этого OneWire устройства на светодиоды Ну а потом проверяем значение регистра LastDiscrepancy В принципе, когда устройство только одно, это можно даже не делать и сразу переходить к концу программы Но если устройств много, то необходимо проверить, равно ли LastDiscrepancy 0 И вот если оно равно нулю, то мы идем вниз, если не равно нулю, то мы снова ищем адрес следующего устройства И выводим адрес этого следующего устройства на светодиоды И когда все устройства будут найдены друг за другом последовательно, LastDiscrepancy станет равным нулю и программа закончится То есть, по идее, поиск начнется с самого начала И в новом алгоритме этот кусок кода совпадает, то есть здесь все то же самое Отличается только вот этот блок, поиск самого устройства Если вот этот поиск устройства здесь представлял вот такой алгоритм То в нашем новом случае он представляет следующий алгоритм Он чем-то похож на этот алгоритм, поэтому большая часть кода будет совпадать Давайте теперь рассмотрим более подробно именно поиск устройства Потому что именно его мы будем менять в данном уроке Переходим под программу OneWireSearchDevice Она находится у нас ниже Вот у нас под программу OneWireSearchDevice И в этом алгоритме в начале у нас происходит инициализация OneWire интерфейса Ну так оно и есть В коде у нас происходит инициализация OneWire интерфейса После этого мы записываем определенные значения в регистры, которые необходимы Это у нас прописано вот здесь и вот здесь Тут и тут одинаковые значения, поэтому код здесь в принципе не меняется Потом мы должны отправить команду SearchRoom Как здесь, так и здесь Следовательно, код тоже оставляем без изменений Вот отправка команды SearchRoom нашим OneWire устройством Ну а дальше уже идут некоторые изменения В начале мы должны получить бит адреса и бит, который является противоположным биту адреса И здесь все то же самое Поэтому в принципе здесь этот код оставляем таким, каким и был он раньше То есть мы здесь получаем бит адреса Потом этот бит адреса мы записываем в регистр OneWireFlux Он попадает в нулевой бит А остальные биты у нас будут равны нулю Потому что так работает под программой OneWireReadBit Она в аккумуляторе сохранит либо ноль, либо единичку И в итоге мы получим, что OneWireFlux хранит себе либо ноль, либо единичку После этого идет сдвиг влево на единичку И IDBit оказывается на месте первого бита регистра OneWireFlux То есть так, как и мы договаривались Вот здесь IDBit будет находиться на позиции первого бита Дальше мы получаем следующий бит, который является битом противоположным данному биту И мы его получаем в нулевой позиции, которая будет храниться в аккумуляторе Дальше это значение мы используем С помощью команды по битовой или Значения в регистре OneWireFlux и в аккумуляторе объединяются И мы получаем новое значение Это будет IDBit, а это CMBIDBit И тут в результате в этого алгоритма могло быть только два значения Либо ноль один, либо один ноль И поэтому дальше мы записывали значение вот этого бита в BitSearchDirection Для того, чтобы выполнить дальнейший код В новом же алгоритме тут могут быть и другие варианты Например, когда оба бита равны нулю Также еще есть варианты, когда оба бита равны единичке В таком случае надо сразу заканчивать поиск устройств Потому что ни одного устройства OneWire на шине не найдено То есть нам нужно рассмотреть четыре случая Когда оба бита равны нулю Когда один из бит равен единичке, а другой ноль Когда наоборот бит равен нулю, а другой единичке И когда оба бита равны единичке У нас пока что рассмотрено только два случая Поэтому мы можем изменить наш код так, чтобы рассмотреть четыре случая Для этого можно использовать команды BTFSC, либо BTFSS Но я воспользуюсь регистром PCL Так как у нас после этой команды в регистре OneWireFlux хранится вот это значение Я запишу его в аккумулятор С помощью команды MoveFoneWireFlux, 0 В таком случае вот это значение у нас будет храниться в аккумуляторе После этого я добавлю сюда регистр PCL, который тут отсутствует PCL EQ02H У него адрес 02 Дальше возвращаемся к нашему коду И после того, как в аккумуляторе у нас хранится некоторое значение Я здесь вызову под программу, которую я назову OneWireChoose То есть переводится как выбрать направление Direction OneWireChooseDirection Дальше копирую это название И поднимусь куда-то повыше Ну например под строчку GoToBegin Вот это начало То есть вот у нас начало И здесь зацикливается процесс Поэтому я сюда могу вписать свою строчку Ну а здесь я напишу следующее Я добавлю с помощью команды addwf в регистр PCL значение аккумулятора В таком случае, так как в аккумуляторе у нас возможно 4 варианта Это оба нуля Либо 0.1, либо 1.0, либо 1.1 Тогда получается, что мы в регистр PCL прибавим либо 0, либо 1, либо 2, либо 3 В таком случае, если в аккумуляторе было 0, 0 Значит мы перейдем на эту строчку А здесь я напишу GoTo OneWireDirection 0, 0 То есть мы попали на направление 0, 0 Дальше я напишу GoTo Эту строчку копирую Вставлю и 0, 1 Дальше будет GoTo 1, 0 И последний 4 вариант это будет 1, 1 То есть с помощью команды call мы переходим сюда Я специально разместил под программу OneWireChooseDirection повыше Потому что мы добавляем в регистр PCL некоторые значения Напомню, что если мы в регистр PCL добавляем значения Надо, чтобы результат не превышал 255 Иначе мы перейдем не вперед, а вернемся на начало Если кто-то забыл, можете посмотреть информацию об этом регистре в одном из моих уроков Так, у нас здесь получается где-то 40 стручка, да и то меньше И поэтому здесь нам подходит написать этот кусочек В итоге получается, что если в аккумуляторе у нас 0, 0, мы переходим сюда Если 0, 1, то сюда Если 1, 1, то сюда Если 1, 1, то сюда Вот эти два случая у нас уже были рассмотрены, да То есть это у нас вот эта ситуация Давайте тогда распишем, что из себя представляют вот эти две подпрограммы Мы напишем следующее Мы скопируем название, вставим его вот сюда И здесь напишем, что search direction регистра one wire flags будет равняться 0 Почему 0, сейчас объясню Берем регистр one wire flags Пишем bcf one wire flag, запятая search direction Скопируем название и вставим Почему именно 0 Так как мы попали на эту строчку Значит в id bit был записан 0 А раз в id bit был записан 0 То этот 0 мы должны записать в bit search direction И вот здесь мы это сделали После этого мы можем писать команду return На этом закончим работу с данной подпрограммой То есть вот с этой подпрограммой мы заканчиваем работу, когда используем команду здесь return Потому что мы сюда переходим с помощью команды call Здесь go to И нам нужно встретить return Вот он, этот самый return Теперь копируем эти три строчки Вставляем сюда Здесь заменяем 0 на 1 А 1 на 0 И здесь пишем не bcf, а bsf То есть в search direction у нас будет храниться 1 В таком случае То есть два случая уже рассмотрено Осталось рассмотреть еще два случая Ну давайте сделаем так, чтобы было проще Скопируем вот эту строчку И сразу просто напишем return Потому что пока что мы не будем рассматривать такую ситуацию В дальнейшем мы можем ее расписать Ну и осталась еще одна ситуация Вот эта ситуация Мы ее напишем вот сюда И напишем тоже пока return Но здесь код мы должны будем расписать В соответствии вот с этим алгоритмом То есть 0,0 Значит мы должны будем прописать туда вот этот набор действий Вот между этими строчками И здесь сказано Что если оба бита равны нулю Тогда нам необходимо проверить значение двух регистров Если они равны друг другу Тогда мы записываем в bit search direction единичку Если же они не равны друг другу Тогда мы проверяем следующее условие Давайте проверим равны ли эти два регистра друг другу Для этого мы вначале запишем значение одного из них в аккумулятор Например регистр last discrepancy Мы запишем в аккумулятор Помощь команды movef Потом используя команду вычитание Мы определим равны ли они друг другу Пишем subwf id bit number Запятая нолик Результат будет сохранен в аккумуляторе В итоге в аккумуляторе будет цифрено значение id bit number Минус текущее значение в аккумуляторе А в аккумуляторе хранится вот это значение И получается что Аккумулятор может быть равен нулю Либо не равен нулю В таком случае поднимется Флаг z Либо флаг z не поднимется Поэтому можем сделать проверку этого флага С помощью команды btf sc Флаг z находится в регистре статус Запятая z Если флаг z поднят Значит эти два регистра равны друг другу И что мы должны сделать в таком случае В таком случае мы должны Установить search direction равен в единичке И перейти дальше Здесь я сделаю следующим образом Я добавлю сюда Переход по метке Go to One Wire Set Установить Направление Ну можно написать search direction Давайте напишем search direction Чтобы было полное название Так OneWire set set direction равным Единичке Иначе Если же флаг z не поднят Значит мы должны проверять другое условие А другое условие это Больше ли id bit number чем last discrepancy Для этого используем тот же самый код Просто заменяем один флаг на другой Заменяем флаг z на флаг c Как работает флаг c Если один bit number Больше либо равен last discrepancy То есть если вычитание дает нам результат Больше нуля Либо равным нулю Тогда флаг c Будет равным единичке Если вычитание дает нам отрицательный результат Тогда флаг c Будет равен нулю Поэтому если флаг c Будет равным единичке Следовательно Один bit number Больше чем last discrepancy И мы должны выполнить Следующее действие Установить search direction равным нулю Для этого я здесь напишу метку GoTo И назову ее почти точно так же Как и вот предыдущую метку Только в конце напишу Значение равное нулю Ну и если ни то ни то не случилось Переходим к следующей ситуации Следующая ситуация говорит Что мы должны установить Значение bit search direction В зависимости от обстоятельств Здесь сказано В качестве направления Пути выбираем равным значению Текущего бита id bit number Последнего найденного устройства Который хранится в памяти микроконтроллера Для определения этого бита Используется регистр fsr Чтобы обратиться к нужному байту памяти И регистр one wire search bit Для определения значения нужного бита Как реализуется вот этот пункт Прописан выше И это подробно рассматривалось В предыдущем теоретическом уроке А точнее в уроке номер 64 Алгоритм поиска one wire устройства На 30 минуте Кратко попытаюсь объяснить Чтобы не пересматривать предыдущие уроки Что мы хотим сделать Мы сейчас допустим Работаем вот с этим битом адреса Мы получаем от one wire устройства Информацию о 0 бите 5 байта адреса В этот момент в оперативной памяти микроконтроллера Уже хранится некоторое значение На позиции этого получаемого бита Но мы пока что не определились Значением которое тут будет находиться И сказано что нужно узнать это значение И использовать его как направление движения То есть записать это значение в set direction Для этого используется регистр FSR Потому что в регистре FSR Хранится адрес текущего байта В данном случае это 5 байт А в регистре intf Хранится значение этого байта То есть вот это значение хранится В регистре intf А в регистре one wire search bit Хранится единичка Которая расположена на одном из 8 бит И она расположена не случайно В определенном бите Если мы допустим работаем с этим битом То есть это 0,1,2,3,3 бит 6 байта адреса То единичка в регистре one wire search bit Будет храниться на позиции 0,1,2,3,3 бита В таком случае тут будет единичка А в регистре intf В этой позиции будет нолик И если мы используем команду end То есть побитого i То у нас здесь будет нолик Потому что 0,1 дает нам 0 И здесь будут тоже все нули Потому что у регистра one wire search bit Здесь нули и здесь нули И здесь получается все нули будет Если здесь нолик А здесь например Если тут единичка То здесь будет единичка И получается мы получаем два варианта Либо результат будет 0 Либо не 0 В таком случае если результат будет равен 0 Значит в бите хранился нолик Если результат не равен 0 Значит в бите хранился единичка Следовательно Можно проверку осуществить И выбрать направление Как указано вот здесь Повторим то что сейчас было сказано Используя вот этот алгоритм Вначале сохраним значение регистра One wire search bit в аккумулятор То есть используем quantum move f One wire search bit Таким образом мы сохраняем Значение регистра В котором хранится единичка В определенном бите В аккумулятор Например Здесь может храниться Допустим вот такое число Вот такое число Это значит что мы сейчас работаем С третьим битом Некоторого байта адреса Дальше мы используем побитого i Между аккумулятором И регистром int f int wf Int f И результат сохраняем в аккумуляторе Чтобы не сбить значение регистра int f То есть не сбить значение Которое хранится в оперативной памяти Нашего микроконтроллера Если результат равен нулю То поднимется флаг z Btf sc Статус Запятая z В таком случае Мы должны будем Установить нолик Иначе единичку Я здесь напишу Переход по этой метке Ну а если флаг z не равен единичке Тогда напишу переход По этой метке То есть Отсюда мы переходим Либо сюда Либо сюда Чтобы не дублировать код Установки единички Либо нуля В bit search direction И после этого Отсюда и отсюда Мы должны все равно Перейти вот сюда На проверку Bita search direction В таком случае В начале мы должны Расписать Что мы должны сделать Переходя вот по этим меткам И осуществить переход Вот сюда Давайте так и сделаем Для этого Мы Эту метку скопируем И ставим вот После команды return Сюда И вот эту метку Скопируем И ставим После команды return Вот сюда И здесь напишем Здесь мы должны Установить нолик В search direction Используем Кладу bcf Нам нужен наш Регист флагов OneWireFlags Запятая Search direction То есть Запишем В search direction Нолик А ниже Запишем Вот здесь Единичку После того Как мы это сделали Мы должны Перейти На проверку Направления То есть Вот сюда Вот сюда На проверку направления И эту метку Ставим Ну вот сюда То есть Внутри нашей программы То есть Если первое условие Выполняется Тогда мы переходим Вот сюда А потом На проверку Если не выполняется Тогда мы переходим Вот сюда А потом На проверку И если Ни первое Ни второе условие Не выполняется Тогда мы Переходим Либо сюда И на проверку Либо Сюда И на проверку То есть Возвращаемся Вот сюда Ну и дальше Проверяем Текущий бит направления На переходе Если search direction Равен нулю Тогда мы Должны Изменить значение Регистра LAS0 Если не равен нулю Тогда мы просто Заканчиваем Эту подпрограмму И переходим Сюда Для этого Значит проверяем Search direction К помощью команды BTFSC Пишем BTFSC OneWireFlux Search direction И если Равен единичке Тогда Мы Просто заканчиваем Нашу подпрограмму Которая называется OneWireDirection 0 0 Пишем Просто Return Иначе Мы должны Записать В регист LAS0 Значение ID BitNumber Для этого Мы Вначале Значение ID BitNumber Захраняем В аккумулятор ID BitNumber Скопируем Используем Move F Запятая 0 Потом Move W F И Записываем В LAS0 Издатель В регистре LAS0 Будет Возвращение ID BitNumber И на этом Return То есть Return Это Возвращение Из Подпрограммы OneWireChooseDirection Мы сюда попали С помощью команды Call Потом Перешли С помощью Метки Сюда И Заканчиваем Это все Дело Командой Return Либо Здесь Либо Здесь После этого Мы должны Вернуться В нашу Основную Программу Вот Как сказать Основную Нашу Программу То есть Мы должны Вернуться Вот Сюда Здесь У нас Остались Три строчки От старого Кода Что это за Строчки Здесь мы Записываем В Bit Ser Direction Значение ID BitNumber То есть Вот это Значение Но в данном Случа У нас Этот Пункт Уже Был Переделан Вот так С помощью Регистра PCL Поэтому Мы это Убираем В итоге Получается Что Мы Выбираем Направление Это может Быть 0 0 В таком Случае Мы Идем Сюда Выполняем Все это Действие И когда Мы записали В лазер ID BitNumber Либо Просто Ничего Не записали Мы Переходим Вот сюда Это Как раз Вот Эта Строчка Если же Мы Получили Значения Различные От 0 И не равные Единице То есть 1 0 Либо 0 1 Тогда Мы с помощью Опять Под программы 1 via choose direction Переходим Наверх Там Мы Выполняем Эти две Под программы И тоже В конце Возвращаемся Из этой Под программы Назад То есть Мы возвращаемся Вот сюда То есть И отсюда Сюда И отсюда Мы возвращаемся Сюда Единственное Что У нас Еще Не реализована Эта Ситуация Когда Два Бита Равны Едничке Но Этот Вариант Мы реализуем В следующий раз В принципе Программа Написана Потому что Ниже Код Вот этот Код Полностью Совпадает С этим Кодом Поэтому Можем Закомпинировать Наш проект И проверить Как он Будет Работать В программе Proteus Проект Закомпинировался Ошибок Не выдало Теперь Посмотрим Адреса Наших OneWire Устройств Чтобы было Проще Понять Какие Мы должны Видеть Примерные Значения Адресов Наших Устройств Здесь 030303 То есть Это Получится Первый Байт Это Второй Байт И Это Третий Байт Адреса Значит Мы Получим Вначале Значение Семейства Потом Получим Тут Две Еднички Потом Снова Две Еднички Потом Снова Две Еднички Если Мы будем Определять Адрес Этого Устройства Если Мы будем Определять Адрес Вот этого Датчика Температуры Тогда Мы должны Получить 020202 То есть Мы получим Что здесь Не будет Греть А здесь Будет Греть И так Три Раза Подряд Если У этого Датчика Температуры Будем Определять Адрес То Здесь Будет Единички То есть 1 1 1 Три Раза Подряд Ну и Там Еще Другие Байты Есть Которые В адресе Прописываются Ну давайте Запустим И проверим Работали Наши программы Это Первый Байт Семейства Второй Байт Адреса Третий Байт Адреса Это Видимо Наш Вот этот Датчик Температуры Определился Его Адрес Теперь У нас Следующие Байты Пошли Вот Это У нас Пошло Значит Двойка Три Раза Двойка Пробежала Сейчас Пойдет Либо Вот этот Либо Этот Раз Два Три Три Единички Прошли То есть Это Получается Вот этот Адрес Определился Ну и Последнее Это У нас Вот Две Единички Значит Это У нас Тройка 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 Три Тройка Значит Последнего Датчика Адрес Определился Ну и посмотрим Что Дело Будет Повторяться Вновь И вновь Так Ну Видим Да Что снова Повторяется Адрес Вот этого Устройства Здесь Добой Вот Дку Здесь Дку А вот Здесь Какая то Есть Как будто бы Ошибка Давайте Нажмем Стоп Ну Как это Прокателос Не отреагировал Да То есть ГНД Должна Подключаться ГНД То есть Вот сюда То есть Дку У них Везде Общее ГНД У них Везде Общее И питание Общее Ну и Подтягивающий Резистор Р9 Тут есть Ну видим Все работает И главное Протеус Не заметил Ошибки Когда мы Подключили Дку К минусу Все Программа Работает То есть Мы умеем Придеть адреса У сколь угодного Количества Устройств В этом Вы можете Убедиться Если соберете Схему Протеус И поставите Много датчиков И то что Так эта схема Работает на практике Мы тоже Убедимся В следующих Уроках Дальше Мы воспользуемся Тем что Мы получили И получим Данные О температуре С любого количества Датчиков И выведем Их на Светодиодные Индикаторы В следующих Теоретических Уроках Ну а на этом Урок я Заканчиваю Если вам Было понятно Содержимое Данного Урока То ставьте Лайк Если у вас Есть вопросы То пишите И в комментариях Данном видео Если у вас Есть вопросы По работе С микроконтроллерами Пик То вы можете Еще Перейти На Группу Вконтакте Которая называется Майчипик Здесь больше Количества Людей И тут Предложить Новость Которая будет Опубликована Если новость Является Вопросом И возможно Нужна какая-то Помощь Тогда люди Кроме меня Смогут попытаться Ответить на ваш Вопрос И тогда Наверняка Вы найдете Ответ На свой вопрос Подписывайтесь На эту группу Вконтакте И на Канал В ютубе На этом все Удачи